Здравствуйте! Официальный представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался о решении Путина пойти на выборы в марте 1924 года. «Это будет гонка что надо!» – ответил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление российского лидера. Слова Кирби приводит российская газета, без всякой иронии, за чистую монету. Ну, пока намерены выдвинуться, заявила только журналистка из Ржева о существовании, которое человечество узнало именно после заявления о выдвижении. Для гонки что надо – кандидат почти идеальный. Вот только надо как-то собрать ей подписи в 40 примерных регионах. Если не помогут, то через это сито ей не пройти. А дальше как быть с самими выборами? Если наберет совсем мало, то смеяться будут. Если много скажут, что даже девушка из ниоткуда может обойти нашего величественного лидера. Из более-менее солидной публики мало кто согласится на гонку что надо. Все помнят судьбу Грудинина, которого чуть не пинками загнали на эти ненужные ему ни разу выборы. Он ведь даже праймер из КПРФ проиграл Болдыреву и еще кому-то четвертым был. И что вместо благодарности он получил в финале? Кто вообще готовит в Кремле сценарии? Это отдельная песня. Например, официально в своем выдвижении Путин объявил перед героями СВО. То есть они, надо понимать, должны быть ему сердечно благодарны за последние полтора года в обкопах. Ну, про помощь каналу не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Кратко, аномальные морозы охватили 60% в территории России. Умер американский актер, звезда Голливуда 70-х, Райан Унил. В Китае нашли рисовое поле возрастом 5300 лет. В Конгрессе США призвали Киев снять запрет на усыновление украинских детей. Германия, похоже, в очередной раз отказывает форуму МСК от постоя. Вчера вечером я получил вот такое письмо от провайдера. Уважаемый господин Анатолий Баранов, мы с сожалением сообщаем вам, что из-за напряженной геополитической ситуации с Россией мы прекращаем наши контрактные отношения с клиентами из России. Политические решения привели к изменениям в законодательстве, которые влияют на наш бизнес с российскими клиентами. К сожалению, мы больше не можем заключать контракты с клиентами с российскими почтовыми адресами. Это затронет всех, у кого российский адрес хранится в аккаунтах провайдера. После того, как мы проанализируем базы данных клиентов, мы отправим затронутым клиентам уведомление о прекращении действия всех продуктов и услуг в пятницу 15 декабря 2023 года. Оно вступит в силу 31 января 2024 года. Мы рекомендуем вам принять соответствующие меры. Сейчас мы очень сожалеем о причиненных неудобствах. Просим вашего понимания в этой сложной ситуации и благодарим вас за дальнейшее сотрудничество. Ну, какие там неудобства? Что вы, разместить на российских площадках форума МСК, находящиеся с начала СВО под баном Роскомнадзора, по понятным причинам бессмысленно. Искать площадку за рубежом весьма проблематично ввиду специфического отношения к клиентам из России. Можно, конечно, поискать что-нибудь в Африке, но боюсь, что там нет соответствующих нашим требованиям технических условий. В общем, если не найдем выхода, то один из старейших ресурсов Рунета закроется по независимым причинам. Это, видимо, нам такой подарок к выборам. Границ Суоми на замке. Премьер-министр Финляндии Петери Орпа в четверг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, прошедшей в здании парламента. По словам Орпа, правительство следит за развитием ситуации на восточной границе, примет решение о возможных мерах или снятии ограничений в следующую среду. Орпа подчеркнул, что возврат к нормальной работе КПП является приоритетной целью правительства. Глава правительства подчеркнул, что благодаря введенным запретам... Интересно. ...ситуация на границе нормализовалась. А что там такого произошло на финской границе? Если бы финны не перегрыли ее, то никто бы даже и не заметил ничего необычного. И кому от этого плохо-то? По самым финнам, у которых рухнула вся приграничная торговля и весь бизнес, ориентированный на российского потребителя. Власти Киева начали работу по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щерсу. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Киевская городская государственная администрация. Работы на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко начались утром 9 декабря. Ну, конечно, стоять Щерсу на улице Петлюры, с которым тот успешно воевал, неудобно. Николай Щерс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями. Щерс был назначен командиром украинского революционного полка имени товарища Багуна. В октябре командиром второй бригады в составе Багунского и Тарасчанского полков 1-й украинской советской дивизии, которая отбила Чернигов, Киев, Фастов. После занятия Киева, это уже февраля 19-го года, 24-летний Николай Щерс был назначен комендантом Киева. 15 августа 19-го года в ходе переформирования украинских советских дивизий в регулярные части соединения Единой Красной Армии 1-я украинская советская дивизия под командованием Щерса стала 44-й стрелковой дивизией РКК. С 21 августа начальником дивизии назначен Щерс. Щерс погиб в бою от пули Петлюровского пулемянчика. В 49-м году была произведена эксгумация останков Щерса. Тело было обнаружено хорошо сохранившимся, практически нетленным, хотя и пролежало в Грову 30 лет. Происхождение Щерса также более чем украинское. Родился в многодетной семье рабочего железнодорожника происхождением из крестьян Минской губернии. Чем же не устроил-то нынешние украинские власти герой-украинец, сражавшийся и погибший за Украину? А, да, за советскую же Украину. Ну так членом ООН была тоже украинская СССР. Ну так выйдите и войдите по новой, если такие принципиальные.